Друзья, пу-пу-пу-пу-пу! Всем хорошей пятницы! С вами Сергей. Фамилия моя Амельяненко, если вдруг, ну, кто-то забыл или не знает вдруг. Продолжаем традицию утрешнего пиятничного разгрома и сегодня прямо, ну, пиздец. Если не дружишь с ненормативной лексикой, может там посмотреть мультики для детишек. Все спрашивают, ну, с утра я потом пишу рано утром всегда и потому, ну, прямо, ну, ебальник у меня просто этот, всегда такой помятый и только вот успел умыться. И постоянно, видите, все в гостиницах происходит. Хотел сегодня поговорить прямо, очень сильно накипело, это просто, ну, пиздец просто, до слез просто. Откуда вы взяли то, что в баре начинает постоянно присутствовать слово «нет»? Ну где? Никогда нельзя говорить гостю слово «нет». А именно сейчас рассказываю случай. А у вас есть виски с колой? У нас нет колы, у нас, мы работаем по старой системе, бар, это у нас очень охуенный спикизи. Когда ты, блядь, был нахуй в этом спикизи? В двадцатых-тридцатых годах в Америке. Откуда ты знаешь, что никогда не было кока-колы? Может, что-то другое было? Они работали с двумя вермутами, с тремя образцами виски, к примеру, я просто говорю. И можно попросить вас, вот сейчас спрашиваешь, Лонг-Айленд? Да вы что? Мы не готовим такую хуйню. У нас есть сауры, у нас есть дейзи, у нас есть физы. Блядь, я хочу Лонг-Айленд, чувак! А Лонг-Айленда хуй! Хуй! Друзья мои, я вам еще раз говорю, и постоянно об этом буду говорить. Для гостя нет слова нет. Если вы не делаете Лонг-Айленд, то будьте любезны, сделайте что-то покрепче, какой-то твист на этот коктейль. Почему в чайной могут приготовить Лонг-Айленд? Охуенный Лонг-Айленд! Плесовский готовит как будто, как вот он правильно делает, как будто он готовит последний свой Лонг-Айленд в этой жизни. И ты выпиваешь его, и ты понимаешь, что это на самом деле охуенный коктейль. А вот эти компоты, которые сауры, или которые напитки для телочек... Я вам приведу один пример, даже два. Это был 2009 год, и один из сыновей, по-моему, Макиас был Кампардов, который основатель Икеи в Москве. Мне сказали, что он должен приехать в Москву, и его должны были привезти в Круазье. И мы тогда там прямо с Володей Лякишем прямо, блядь, надо что-то прямо устрицы, там шампанское самое, блядь, дорогое мы привезли. И когда он пришел, это был, по-моему, среда или четверг, вы не поверите, он выпил два бокала Ханникина, он съел тарелочку с сосисочками, с картошечкой пюре, очень вкусненько было. И в конце он попросил, сука, сраный Лонг-Айленд, чувак, у которого в семье 30-ти миллиардное состояние. Он седьмой или восьмой, семья их в Форбсе. Сраный Лонг-Айленд, который ты, блядь, не хочешь готовить. Ты считаешь, что это, блядь, какая-то хуйня. Так сделай ты очень вкусный Лонг-Айленд. Чувак рассчитался и ушел. А следующая история, у вас у всех, наверное, есть супергости, вы знаете, что он пьет, какой баланс, какую соломинку ему. Они оставляют приличную сумму денег. Как правило, это, ну, я сейчас свой случай буду рассказывать, человек, который может полторы-две тысячи долларов оставить вот так. Он угощает телочек, туда шампанское, туда отправив корзинку с фруктами. Друзья, по парте, то есть по бару, что вы будете пить, давайте выпьем какой-нибудь Айлы дорогой, там, 25-30-летний, к примеру. И в конце уже он рассчитывается в 2 часа ночи, он посидел там с 9 вечера до 2 часов, он уходит, мы жьем ему руку и говорим, прям, приходите еще, мы вас ждем. И он поворачивается и говорит, блядь, серый, а не выпить мне милкшейк Орео? Карл, блядь, милкшейк Орео в пятницу в 2 часа ночи. Конечно же, мы сейчас сделаем вам супер, самый вкусный милкшейк. И если, блядь, у тебя нету ни мороженого, ни Орео, твой барбек уже должен, блядь, бежать в магазин и покупать Орео и мороженое. И ты должен из-за склада доставать свой старый, блядь, милкшейк, и он должен уже крутиться и готовить очень вкусный милкшейк для этого гостя. Потому что если вы хоть раз ему откажете, эти гости никогда больше к вам не придут. И какой бы ты ни был, блядь, спикизи охуенный бар, какие бы ни были у тебя ассортимент крутого алкоголя, человек больше к тебе никогда не вернется. Таких много историй, вы сами знаете, когда в а-ля мишленовском ресторане в Москве гость попросил пельмени и сушев поехал в магазин в глобус гурме или в азбуку вкуса покупать пельмени. Вот и все. Не должно быть слова нет. Вы должны всегда его заменять. Если вдруг вы не готовы сделать виски с колой просто, сделайте как готовят воды Ви. Они делают кукурузную воду, ее заливают в сифон, выпаривают на три четверти кока-колу, заливают ее в сифон, и это все газирует. Берут сенатору полтинничек и заливают вот этой кукурузной кока-колой. И у них вот такой твист на виски с колой. Хорошей пятницы. Не думайте, не смотрите интернет в том плане, что вам рекомендуют какие-то запады. Мы не на западе живем, мы живем у нас. И у нас совсем другие гости, у нас совсем другие люди. И культура питья, она не подразумевается под тем, под чем вы думаете, чтобы убрать кока-колу и не делать Лонг-Айленд, не знаю, пиня-коладу и голубые Гавайи, которые можно приготовить просто обизденительно. Совсем все в другом. Хорошей пятницы, хороших выходных, и я вас всех люблю, и, как говорит Сапсаев, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok